итак друзья всем привет вы снова смотрите видео с канала латуха показывает я хочу сделать видео про вот этот то что три лежат на столе три смартфона это еще ничего не значит на самом деле три смартфона все построены на одном и том же железе поэтому сильно я не уже не знаю на чем тут останавливаться но люди просят сделать видео буду делать про этот аппаратик видео уже есть про этот я уже созрел про этот видео будет скоро так что пока эти два убираем стали blackview b8000 pro поводу железа пока он включается если кто не в теме рассказываю там стоит процессор mt6750 по моему т и самое главное вот косячок мне его не нравится вот лично в моем видите да остатки от предыдущего изображения когда аккумулятор замерялся как будто у меня экран блин плазменный я надеюсь это уйдет с прошивкой или надеюсь например что это у меня брак я может быть с ним докидался домочился я не знаю но суть какая что вот сейчас увидите как на глазах от все пропадет то есть теоретически работе не мешает но как-то осадочек остается далее пока он включается также замечу хоть здесь вот и одинаковое железо с p2 у b8000 pro но батареечку то не сэкономили отсюда получается сразу же такой косячок когда покупаете эти аппараты заметить что цена примерно одинаковая но и тут уже выбираете если вам нужна батарейка помощнее но наплевать на защиту то берете этот если вам нужна защищенность нужно водонепроницаемость но и нужна более перспективная камера потому что по идее камера тут немножко лучше но прошивкой она пока еще не доделана поэтому она только в идеальных условиях дает лучший результат в основном вот у этого камера выигрывает тогда будете брать этот то есть будете решать сами что вам нужно защищенность от воды пыли грязи ну и немножечко от ударов или никакой защищенности на более хорошая камера симки я тут уже выдернул потому что я уже перелез вот сюда что завтра праздник если что-то заснять то хочется на более хорошую камеру мало ли вот там фотик сядет продолжить поснимать на смартфон можно тем более как я уже говорил камера очень хорошо снимает на 3 версии прошивки так ладно вернемся к аппарату что меня в нем радует в нем кнопочки есть под экраном это радует кнопочки по моему светится кстати как бы это блин ну сейчас секундочку будет разница когда гасится экран или не будет нет не будет значит кнопочки нарисованы так вот продолжаю кнопочки под экраном есть но они нарисованы как выяснилось я не вижу чтобы они светились но или уж очень тускло ладно с этим спорить не будем тусклое свечение это тоже не сильно честно говоря даже не обращал внимание признаюсь виноват косячок вот у этого светится видно потому что они тут празднуют такие мутненькие здесь они ярко белые начать я думаю нарисованы ладно далее второй плюс у него есть диодик оповещений то есть вот здесь вот если вам пришло сообщение вы его еще не просмотрели будет мигать диодик у него есть сканер отпечатка пальца что принципе тоже хорошо причем работает а сейчас уже выключен работает теоретически нормально но практически вот говорю ребята пока еще не спешат прошивку обновлять иногда вот прикладываешь палец а он типа еще не проснулся он у него просто тупо не реагирует но если вы аппаратом пользуетесь вы нажимаете погасить экран прикладываете палец все нормально разблокируется мгновенно если вы им долго не пользовались можете приложить палец а в ответ тишина так что ждем исправление с прошивкой но долго ждать я не смог все-таки хочу сделать видео далее по поводу камер если открывать камеру не родную то презумирование в видеорежиме по крайней мере у нее происходит конкретненько такая пикселизация сейчас переключим видео вот если увеличивать то сразу видны крупные пиксели если увеличивать не в open камеры в камере штатной то тогда пикселизация практически незаметно почему я говорю что камера тут более перспективная фронтальная камера через приложение опять же open камера выдает вообще чудесные параметры она выдает разрешение full hd причем реальная заявлено то есть предположительно может быть и больше но я думаю что она не даст больше сейчас конечно теста ну удивительно что в реальной жизни для этого не пробовал сейчас вот проверим о даже разрешение ой соотношение экрана изменилось сейчас посмотрим что у нас получится но я думаю что 40 на 80 на если неправильное разрешение всегда так делает так настройки инструменты свойства ну да что 40 480 то есть 1920 на 1080 она дает более она не дает значит в настройках фронтальной камеры можно выставлять сразу смело разрешение 1920 на 1080 примеров группе полно поэтому я сейчас уже не буду на это время тратить опять же тестовые утилиты запускать тоже смысла не наблюдаю потому что ну то же самое тот же самый p2 по скорости работы но немножко есть затыки то есть я говорю программные ребятки что-то еще не доработали так по навигации все охренительно сидя за столом очень много спутников было это уже тоже обсуждал так косячок который свойственен всем смартфоном на программе от часов x-watch или с кимой 1220 по моему она остается то есть если вы первым делом настроили все программы а потом пытаетесь соединиться с этими часами вас нихрена не выйдет программа тупо не спрашивает у телефона можно ли ей пользоваться bluetooth и тупо им не пользуется если же начиная ставить программу поставить ее в первых рядах и в первых же рядах запустить и установить связь с часами все нормально с чем связано не знаю но опять же надеюсь на то что они все полечит так что еще тут приятного мне понравилось что здесь работает гироскоп очень даже хорошо то есть можно пользоваться в рачками при повороте смартфона видно что кубик поворачивается значит гироскопчик работает также понравился датчик приближения в отличие от bv6000 то есть три сантиметра свободно и реагирует на абсолютно любой цвет вот то есть черный не брал bv6000 этот берет то есть это плюс по сравнению с bv6000 компас тут тоже есть ведь меняются цвета от того как его поворачиваю компаса мог протестировать но и тут видно датчик освещения тут но свойственный защищенным блэком такой туговатый лучше видел в аппарате на этом процессоре извините в конкуренте вот но из одного датчика освещенности брать этот аппарат короче мое мнение что о нем надо еще делать отдельное видео так спутала бы все не скажешь селерометр тоже работает хорошо проблем не имеет аккумулятор уже видите было 100 уже 98 ползем причем без сим-карты просто лазу потом еще один косячок который тоже должны ребята убрать прошивкой если смотрим видео с youtube а качество вставляем максимальный то есть нагружаем процессор по полной ну вот например берем ну вот например качество становится у нас тогда сразу же зашибись но смартфончик начинает буквально там минут через 15 очень сильно перегреваться с посмотрим сейчас принципе пока холодный вот уже видно пошел 6 и 7 8 9 поехали то есть они как-то просмотрели что почему-то видео очень сильно напрягает я конечно не намекаю что видео якобы оно не должно напрягать но по моему это неправильно по 2 в таком режиме чуть-чуть незаметно греется здесь у нас уже я думаю больше вспомнив в каком месте там это было блин а ну да в принципе в руках не держу его воздух сейчас охлаждать начинает держал в руках было больше ну сейчас он вот-вот-вот-вот поехал 37 37 2 но и постепенно за минут 20 станет очень горячим и начнет тупить потому что видимо начнет сбрасывать частоту процессора вот вам минус от турбопроцессора лучше бы поставили не турбированную версию на 1.3 чуть чуть медленнее бы работал зато не нагревался так ладно потом примеры фотографий что нравится что не нравится вот обычный день как фотка вроде бы ничего но если ее растянуть и посмотреть то мы получаем что любой светлый элемент еще дополнительно осветлен то есть ребятам нужно экспо коррекцию что ли вводить нужно научить камеру делать нормальные освещенности в кадрах но что вот вечерочек начинается и уже все хорошо уже все кадры нормальные нигде ничего лишнего почему я уже говорил официальным представителям что у вас камера почему-то хочет снимать такой поздно вечером а при дневном свете у нее все слишком пересвечивается так в игрульки особо не играл но мультитач тот охрененный на игрульке как говорится это сказывается то есть проблем я с ним не наблюдаю сейчас посмотрим кэш у меня загружен или нет понятно значит ничего мне не загружено значит можно и не пробовать ну короче господа я вот и не знаю зачем я это все делаю потому что реально минусы аппарата я уже назвал плюсы аппарата охрененные камеры но опять же с перспективы на будущее потому что пока что они не допилены тач опять же вот видите последует моего пальца везде идеально работает причем два сразу тоже пожалуйста 3 там и так далее то есть до 10 пальцев мы держим проблем с этим не возникает связь здесь в других видео вид было видно что на этом даже рабочем столе у меня где у меня слабоватенько берут операторы прием хороший минусов никаких абсолютно не имеет при работе с программами глюков найдено не было все банк клиенты встают нижне ни на что никто не ругается то есть короче если вы готовы подождать пока ребята допилят прошивочку и готовы мириться с тем что если аппарат сильно напрягать его до вечера не хватит если пользоваться режиме звонилки но максимум два дня ну тогда это аппарат для вас ну а так в нем конечно есть один большой плюс то что вот этот вот например телефон да я вот бросить побоюсь этот и похрену поэтому просто вот кому иногда кажется что он может телефончик уронить вот тому он пойдет а если человек аккуратненький то все-таки я склоняюсь больше вот такой версии потому что все-таки тут батарейка эта вещь батарея говорит о многом а вес у них примерно одинаковый но я думаю что еще программируемая кнопка есть это да он про нее кстати стоит тормознуть ходкнот есть который я так и не проверял включен или нет включена потом как-нибудь отдельное видео попробую если это будет интересно и будет просто передачи тупо и все даже видео делать не буду честно говоря даже никогда не пользовался этим ходкнотом так где у нас тут программируемая кнопка вот она что на нее можно сделать на одиночный клик можно назначить или стандартные вот функции то есть запустить целло сделать скриншот запустить фонарик запустить аудиозапись выключить интересно скриншот на выключение ладно неважно и но или нет действия но а также можно выбрать любое абсолютно ваше приложение какое вы хотите чтобы она запускала также на двойной клик и на длительное нажатие все то же самое то есть на эту кнопку можно посадить три функции а да быстренько пробегусь по дополнительному софту который тут накидали параллел в space это на самом деле программа но которая залезла даже в настройки это одновременно использование в каждой программе по несколько учеток то есть она создает как бы ну виртуальную машину и в программах можно множество этих виртуальных машин создавать в каждой из них свою учетку смарт-кей уже говорили гестур англок но это разблокировка жестами этом ну да написание букв на выключенном экране просто махи в разные стороны мне это не интересно пошита жрет батарейку тут батарейка и так не супер ой флот гестур вот такая вот фишка с быстрыми настройками но и опять же распознавание жестов ну мне это не нужно софт конечно интересный но тем кому это хочется изучать мне это честно игре изучать лень а еще одна выдвижная панелька вот такая вот тут тоже можно выбирать что вы хотите инструменты связанные с с отображением ну или выбранная последняя как то так вы так вот но это что у меня некоторые спрашивали режим одной рукой интересная или это в родном браузере только работа а кстати о чем я уже развернулся так это уже интересно начинает быть подожди к непонятно видимо это все таки относится к штатному браузеру и ланчер сейчас появлюсь включаем так где у нас вообще ланчеры вот домашний экран переключаем на родной посмотрим режим одной руки ведь я не понимаю блин почему проездит или вот так нет непонятно число ну вот я не знаю старых ланчерах этой фирмы в на других их аппаратах было намного проще прямо в звонилке нажимаешь на кнопочку одна рука и все короче я не знаю может я нет ни туда тыка но мне на самом деле не интересно что меня вот если посмотреть руки хватает дотянуться до любого угла поэтому не интересно мне это извините если очень будет нужно напишите потом разберусь объясню как она работает так ладно это мы разобрались следующий какая-нибудь прямая очка у нас есть а ну настройки google уже прям в меню но это у них частенько на многих аппаратах по моему на по два тоже то есть то что отдельным пунктом обычно в приложениях в настройках и так в меню с приложениями отдельный пункт google здесь он теперь уже в настройке вынесен ну и печать через виртуальный принтер спец возможности сендер есть или я уже поставил не важно если поставить он тоже здесь будет в хорошая программулька принес тоже видео на канале ну и все в принципе пока обновлять обновление он ловить не хочет так что пока я даже не знаю что о нем рассказать так что это у нас было маленькое видео с рассказом нюансиков этой модели на любимое мною видео с логотипом вся правда про такую-то модель еще не тянет потому что еще модель то не дошла до своего пика прошивочка еще сырая ребятки еще пилят обещают выпустить ждем ну а пока замечу вот такой вот он bw7000 про от blackview лоток с сим-карты конечно меня убил потому что есть подозрение в его герметичности опять же не нашел куда прикрепить нурок он в решетку запихал ругаться будут наверное если узнают какой я пример людям подаю но один их вот этот лоток это конечно тоже жесть его вытащить обычной скрепкой говорили правда нельзя я все-таки смог научиться вытаскивать его обычной скрепкой но это конечно жесть а не изобретение ну то есть как то так вот выглядит ну что меня конечно радует все таки что вот под водой его уже дважды топил снимал под водой ничего живой это я уже на разблокированном экране по налазу пальцами не глядя так что господа если вы готовы немножко подождать если вам наплевать на батарейку то аппарат вас явно порадует потому что сразу замечу говорю камеры очень хорошие но софтовая часть пока у них ни о чем но и маленькая накалка на рендерах вот здесь было две вспышки разных тонов сейчас как вы видите одна причем не все даже из конторы производителя знали о таком приколе то есть у них дизайнеры нарисовали одно а инженеры которые делали решили упростить но они между собой не договорились так что если обратите внимание при покупке на рендеры на 3d картинки грубо говоря там везде двойная вспышка так что надо им посоветовать это дело убрать иначе сами знаете что на али можно делать такие неточности всем пока я думаю больше тут говорить не о чем пока по крайней мере пока прошивку не обновят с вами был админ сайт latukha.ru латухин сергей всем увидимся пока давай удачи на свете